Под прошлым выпуском проверки футбольной рекламы вы набрали аж 47 тысяч лайков. Пока вам это нравится, я буду продолжать проверять футбольную рекламу. Поэтому, если под этим видео наберется 40 тысяч пальцев вверх, то выйдет новая серия... Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! С вами, как всегда, Герман. И сегодня мы будем разоблачать рекламы. И сейчас мы проверяем рекламу фруктового сада Мазиар Семья, где вот это я, томат, я, абрикос, на юге рос! Я яблочко зеленое, солнце напоенное! Сегодня мы начнем с рекламы Адидас, я здесь босс и... Нет, я! Нет, я! А, точно. Забыл. В общем, Месу-то Зил невероятным образом обработал длинную передачу и тут же запустил мяч к себе в корзину для белья, видимо, который ищет не чая. Вы очень много скидываете роликов с проверкой именно рекламы Адидас, я здесь босс. На этот раз Месу-то Зил, и здесь есть все, что я люблю. Во-первых, херовое качество записи. Во-вторых, мои любимые моменты, когда мяч вылетает за пределы кадра, то заставляет задуматься, а вдруг все-таки это монтаж. В принципе, выглядит не так уж и сложно. Вроде как партнер не так далеко стоит. Но, опять же, если вернуться к моменту, где мяч вылетает за пределы кадра, то, согласитесь, есть маленькое ощущение, что вот здесь ему просто из-за кадра вот аккуратно вот так вот руками подкинули другой мячик. Не тот, который бил партнера ему. Но, как вы поняли, сегодня хороших партнеров мне не занимать. У меня есть и Рома Рой, и Артем Нечаев. И они мне помогают на футбольном поле проверить все по чесноку. Ребята отошли метров на 20-25 и начали делать диагонали в мою сторону. У меня был, так называемый, пакет для мячей. И, в общем-то, смотрите, как мы пробовали. Грузилл не бежал вот с этим пакетом за мячом, а мяч аккуратненько через него перелетел. Поэтому мы решили пробовать дальше. ГУЧИГАЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ГУЧИГАЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙHHHHH ГУЧИГАЙЙЙЙЙЙ livestock ГУЧИГАЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ vídeo ГУЧИГАЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ Братство бэкхэмовых пришло. Ну что? И азил один. Бар! Если бы Месутазил давал пас Месутазил, это было бы сперва Ну короче, я думаю, что можно сказать, что это не монтаж Да, надо все делать на расслабоне, если хотите повторить Просто расслабьтесь, улыбайтесь Мы сначала что-то переживали, а потом просто начали подавать Этот уже устал, просто ходил и принял вообще на грудь несколько литров И потом уже получилось Ну а вторая реклама на сегодня Это ролик, который вышел буквально-таки вчера И я уже успел найти комментарий Что, ну, я выполнил что-то не до конца Здесь есть, да, Крещен Роналду и Златна Ибрагимовича Которые попадают в точности между рук Непонятно кому, это не вратарь, какой-то просто чувак И, в общем-то, судя по повторам, это, очевидно, не монтаж Но будем проверять, раз написали в комментариях Это просто гениально, на самом деле Нифига у меня свистнуло Слышь, Герман, бей ты Самая сложная тут роль у меня Он такой довольный У меня получается? Я вас умоляю, подпишитесь на Тему И на Рому Они просто, Тёма вообще ценой себя Просто снимается Я повидал много говна за последние пару минут на канале Германа Но это явно не монтаж Герман так монтировать не умеет И в итоге получается, что оба видоса достаточно спорные В истории с Месутом Узилом мяч вылетает за кадр А в рекламе со Златаном и Роналду огромное количество перебивок Но, тем не менее, обе рекламы нам выполнить удалось И, значит, мы смело можем сказать, что это не монтаж Если уж вышло у нас, то, как вы любите писать в комментариях У профессиональных футболистов получится и подавно Ну, а мне же остаётся напомнить, что если вы хотите видеть новую серию проверки рекламы 40 тысяч пальцев вверх И внизу в описании есть мой инстаграм Скидывайте туда в директ свои задания Я так подержу, ладно, а то мне уже привычно так Альбер, покажи, где будут два видоса, которые... Вот здесь Так И вот здесь Всё, ребят, ну а мы с вами прощаемся Подписывайтесь на мой канал, на канал Ром и Рой И обязательно на канал Артёма Нечаева Я тупой, там тупые видосы Я не знаю Ссылочка в описании Да И перекладина Субтитры сделал DimaTorzok